всем привет меня зовут лиза и сегодня с вами я одна потому что ну в общем я не могу сказать почему причину вы узнаете в конце сегодня мы с вами приготовим торт красный бархан для этого нам понадобится сахар растительное масло без запаха сливочное масло соль сода разрыхлитель какао мука яйца кефир и красный краситель какао лучше использовать алкоголизованное потому что у него ярче вкус и запах а еще очень важный момент все ингредиенты для бисквита должны быть комнатной температуры ну что начнем бисквит мы будем замешивать с помощью миксера но можно обойтись и без него насыпаем сахар нас задача не убить а просто перемешать до однородности пока у нас смешивается мы перемешиваем сухие ингредиенты сухие ингредиенты смешаны останавливаем лексик добавляем масло и еще раз все перемешиваем и еще раз все перемешиваем добавляем краситель кефир добавляем краситель кефир добавляем краситель кефир и перемешиваем остальное добавляем лексик теперь нам надо смешать все три массы и включаем на маленькую скорость чтобы мука не разлетелась по всей кухне в процессе сбивания нужно хотя бы один раз остановить и убрать все со схемы и включаем в процессе замешивания мы можем сделать форму для нашего бисквита но лучше это сделать заранее мне нужно подготовить две формы но у меня всего одно кольцо что же с этим делать нам понадобится фольга если она у вас тонкая то лучше сделать в несколько слоев берем кольцо и ставим на фольгу и начинаем делать форму плотно прижимаем фольгу к кольцу снимаем кольцо и вот какая красивая ровная форма у нас получилась вторую делаем точно так же можно конечно выпекать и в этом кольце но так как я не хочу его мыть я его не буду пачкать и так же с противнем я застелила все фольгой чтобы его не пачкать на этом этапе лучше попросить помощи взрослым а тут мне вдруг помогла все чистить с чаши и вылить все тесто тем временем фрося уже нагрелась а кто такая фрося спросите вы а это помощница Люба ну бизик у нее такой она всех своих помощников называет по именам вот например как вы думаете кто мне сегодня взбивал а это Иннокентий отправляем бисквит в духовку выпекаться смотрите какой красивый бисквит у меня получился внутри он получается влажный и он не требует пропитки перед сборкой торта бисквиту надо хорошо остыть чтобы разделить наш бисквит на коржи у меня есть для этого специальная струна а если у вас ее нет попросите помощи у взрослых бисквит обязательно нужно резать ножом с зубчиками я установила нужную мне высоту струна должна быть обязательно на поверхности стола в итоге у нас получится 4 красивых коржа так как Люба меня еще не научила обмазывать тортики мне тортик будет голый и поэтому надо чтобы все края были ровненькие и красивые для этого я возьму кольцо диаметром поменьше и вырежу красивые круги желательно делать круговые движения а не давить потому что когда мы давим мы не режем а рвем бисквит повторяем процедуру с каждым коржом обрезки которые у нас остаются мы можем использовать для пирожных картинок или использовать для десертов в стаканчиках посмотрите какие красивые и яркие бисквитики у нас получились еще важный момент забыла сказать перед тем как поставить бисквиты в холодильник их надо обернуть в пищевую пленку а сейчас приготовим крем для этого нам понадобится сахарная пудра сливки не менее 33% сыр маскарпоне и сахар с натуральной ванилью и пожалуйста запомните раз и навсегда не используйте ванилин ванилин это химкоза и еще важный момент скажи про сыр маскарпоне долго взбивать нельзя он очень нежный и капризный может расслоиться поэтому мы сначала взобьем сливки и потом добавим и потом добавим сыр в чашу миксера наливаем сливки насыпаем сахар сахарную пудру и сахар с натуральной ванилью начинаем взбивать на низкой скорости потом увеличиваем ее для того чтобы крем был стабильным нужно хорошо охладить все ингредиенты сливки у нас готовы можно добавлять сыр мы добавили сыр сейчас немного еще взобьем и приступаем к оформлению вот такой плотный крем у нас получился так как торт у нас будет голый крем я буду выдавливать из мешка мне нужен мешок насадка 1А стакан и ножницы сейчас аккуратно перекладываем крем в мешок для удобства работы не накладывайте в мешок очень много крема в мешок и acqueta наши готовы крем в мешке можно работать берем твердую подложку тонкие подложки не используйте в данной подложке две стороны золотая и белая Лучший тортик будет смотреться на белой стороне. Золотая сторона удешевляет. Для того, чтобы тортик не съехал с подложки, надо закрепить его кремом. Для этого надавливаем. И вот так вот. Чтобы крем у нас никуда не убежал, мы используем обычную прищепку. Сейчас из мешка нам надо будет выдавливать небольшие шарики по контуру бисквита. Мешок держим строго перпендикулярно. Центр мы просто заполняем крелом. Накрываем вторым бисквитиком. И повторяем процедуру. А верхушку я закрою полностью пимпочками. Мы заполнили всю поверхность кремом. А сейчас украсим ягодками. Тортик готов к украшению. Я решила его украсить по-летнему. Для этого я взяла клубнику, черешню, мяту и посыпочку. Для начала удалим плодоножки с клубники. Для того, чтобы украсить торт свежими ягодами, их нужно подготовить. Для этого ее нужно тщательно промыть под проточной холодной водой. И высушить на бумажной салфетке. Я начну с черешни. Укладываю ее по кругу. Я хочу освежить тортик свежей мятой. Для этого использую верхние лепестки. Сейчас еще добавим немного бусинок. И у нас все готово. Бусины я подобрала черного цвета. Так как мне кажется, что они будут хорошо смотреться на красно-белом фоне. А сейчас о самом главном. Этот день для меня очень важен. Я горжусь, что я могу называть этим таким нежным и теплым словом. Папочка, именно тебя. В этот день, в день твоего рождения, я хочу пожелать тебе счастья, добра, нежности, успехов в работе, достатка и благополучия во всем. Ты лучший в мире, папа. И я горжусь, что я твоя дочка. А этот тортик я приготовила специально для тебя. С днем рождения, папа! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...